Не так часто увидишь действительно массовые события, особенно в Магнитогорске, особенно связанные с автомобилями. Да, мы такие. Мы молча жуем какой-то космический транспортный налог и тихо сопим в трубочку, когда нас дуют страховщики и таможни. Но что сподвигло этих молодых людей собраться в раз и в одном месте? Финансовое сумасшествие? Да не сказал бы. Абсолютно адекватные, веселые и молодые товарищи. На сумасшедших ведь никто и не тянул, как не было и фанатиков. Но все утверждают, что в пирамиды, а это есть участники ОНОЙ, играют только больные. Я вот посмотрел на все это со стороны и понял. Да все по сути-то просто. Просто им нравится азарт. И они балуют свою жадность. И прекрасно понимают, что могут легко пролететь. И именно поэтому они идут по жизни легко. Вкладывают лично свои деньги в то, что называется пирамиды. Ну что ж, у каждого свои тараканы. У них свои. Пусть они живут с ними. Ну нравится им так. Но как забавно-то дать жизни рекламщикам. Напечатать баннеров. Обтянуть все и вся. Опять же заказать флаги. Размалевать свои машины. И собраться на веселые покатушки. Демонстрируя абсолютный пофигизм. Кстати, многие из присутствующих по возрасту своему-то и не помнят. Крах тех пирамид 1995. Тогда безумные бабушки. А это были участники тех пирамид. Вытягивали свои разрекламированные деньги. Свято веря, что тысяча процентов годовых это реально. Эти же пролетев рано или поздно, как фанера над Парижем. Походу-то и не расстроятся. Ну было, ну не стало. Для России это, кстати, абсолютно нормальное явление. Черный вторник, дефолт 98-го, нынешний кризис. Пролет россиянина мимо всех благ это же нормально. Мы пролетаем с пенсией, с накоплениями, с образованием, наукой, здоровьем и культурой. И это в норме. Но то, что есть люди рисковые, вот это не норма. Кстати, власти бы любой надо посмотреть этот сюжет. Да потому что общество, по сути, не имеет проблем. И российская экономика от этого абсолютно не страдает. Ну сколько их? Ну несколько сотен на город с полумиллионным населением. Вот пересчитайте по машинам. Ну есть у них бабосики на халяву затащить в бумеранг мажориков. Да пусть. Да пусть хоть кто-то устраивает праздники, дарит деньги с телефонами. А не массовые попойки раз в год. У нас праздников-то мало. И ведь по сути абсолютно без разницы, кто башляет. Главное, чтобы люди не напрягались. И что более омерзительно-то? Швырево-закамуфлированное? Швырево-банковское? Или честное предупреждение о том, что это пирамида? Да, она рано или поздно рухнет. И вы рискуете потерять, и можете потерять все. И скорее всего, все и потеряете. Ну где правда-то, а? Продолжение следует...